На мемориальном кладбище главной базы Северного флота захоронили советских летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие представители командования флота, администрации, региональные поисковики и простые граждане, которые пришли почтить память воинов. Этим летом со дна озера Ваенгское вместе с тремя членами экипажа легендарной боевой машины подняли самолет Пе-2. После изучения архивных данных специалисты установили, что пикирующий бомбардировщик погиб в августе 1942-го. В тот роковой день экипаж выполнял задачи боевой подготовки, но точная причина его гибели пока что не установлена. По одной из версий самолет получил повреждения в ходе внезапного налета вражеских истребителей. Когда мы находим их, чтобы уже не под толщей воды, не где-то в лесу, не в болоте, не под камнем, а он будет упокоен, у него будет имя свое. Все. Персональная могила – это самое важное. Очень важно, чтобы человек лежал на том месте, где его похоронили с почтями воинскими. Это очень важно для всего народа. Поисковикам удалось узнать имена героев. Ими оказались командир 2-й авиаэскадрильи капитан Георгий Щербинин, штурман старший лейтенант Игорь Зильберг и стрелок Радис, младший лейтенант Леонид Пластинин. Огромную помощь в работе по подъему бомбардировщика и захоронению останков летчиков оказало руководство Краснознаменного Северного флота. Мы их находим, придаем земле, стараемся найти родственников. Нашли только родственников одного. Но приложим все усилия, чтобы найти остальных. В силу погодных условий зимой будем работать с документами, с архивами. А по весне опять начнем поисковые действия. В торжественно-траурной церемонии захоронения, которая состоялась на военном мемориальном кладбище флотской столицы, приняли участие представители власти, командование Северного флота, молодежные патриотические объединения, поисковики и горожане, которые тоже пришли почтить память экипажа. Я понимаю, что при поддержке флота, при непосредственном участии поисковиков мы можем это делать. Это очень хорошо. Я рад, что сегодня столько детей посмотрели на то, как флот, город, жители Североморска отдали долг памяти людям, которые погибли за их свободу. После поминальной службы под оружейный салют погибших летчиков предали земле. Но на этом работа поисковиков не ограничивается. Ведь, как говорил Суворов, война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат. Продолжение следует...